Добрый вечер! Итак, много матчей уже у нас прошло. Четвертьфиналы, полуфиналы, соседка Лузеров на ваших экранах. Определились три команды, которые поедут в Шанхай. Это Na'Vi, Power Rangers и HellRiders. Ну и сейчас мы узнаем, какая из этих команд напрямую попадет на турнир. Итак, будут ли это HellRiders, будут ли это Power Rangers, мы узнаем буквально через часа два-три. Может больше. Кто его знает. Напомним, что это гранд-финал, формат гранд-финала Best of 5. И чемпионы сетки венеров, то есть HellRiders, начинают, собственно, с преимущества 1-0. Так как они уже у HellRiders выигрывали, это, конечно же, логично. Так что, собственно, всего две карты нужно им выиграть. Всего две карты и команда HellRiders занимает первое место. Пээром нужно выиграть целых три игры. Это много. Это действительно много. И выиграть эти самые три игры будет, ой, как нелегко. Но Power Rangers могут. Power Rangers действительно очень неплохо отыгрывают. И давайте посмотрим, что у них получится. Давайте посмотрим, как у HellRiders получится отыграть вот этот самый матч. И получится ли у них, собственно, победить. И получится ли у них, собственно, отомстить за вчерашнее поражение, скажем так, своим обидчикам из HellRiders. В любом случае, нас ждет однозначно очень-очень веселая дота. В любом случае, нас ждут шикарные матчи, как это было вчера, собственно, в матчах этих двух команд. Ну и давайте глядеть, кто же. HellRiders или Power Rangers? У HellRiders, как мы видим, Ancient Operation и Пак первые два пика. В ответ Дазл и Бэтрайдер от Power Rangers. В бане Джигернаут, в бане Тролль, в бане Сларк. Посмотрите, какие герои в бане-то против Ашера, да? Ну а с другой стороны, Висп, Венга и Фантом Ассаси. Да, ну вот бан Венги в первой же стадии так вот сразу же нам намекает о том, на то, что герой этот очень-очень даже неплохо в последнее время въезжает. И очень даже неплохо этот герой в любые стратегии вписывается. Ну и давайте думать. В первую очередь не мы тут должны думать. Тут должны думать парни из HellRiders и из Power Rangers, что же им сейчас убирать. Вы смотрите, ПРы сами банят Зевса. Героя, которым они просто обожают играть. Героя, которым они выигрывают. Героя, который очень-очень неплохо заезжает в многих стратегиях Power Rangers. Мы этим отправляем в бан. Ну что, четвертый бан – это HellRiders. Это Дезраптор. Продолжение следует... Вы смотрите, как задумался сейчас Горец над тем, что брать. И забирает он Рубика. И забирает он Рубика в ответ на злые Бэтрайдера. Ну это вы знаете, то есть, когда ты берешь Рубика, ты сразу заставляешь врага отказываться от разнообразных героев, которые могут плохо въезжать против Рубика. Да, мы уже видели там разнообразные вайды и так далее, и так далее. Тайдхантер – это герои, которых очень легко украсть ультимейт. И, собственно, не дать спокойно жить, скажем так. Чем ответит Джеймс. Итак, вы смотрите, сколько времени-то занимает пик. Очень-очень-очень долго думает над каждым пиком, над каждым героем ПР. И не понимаю, какой герой должен сейчас заезжать. Таугрмак, вы смотрите, пока основных своих героев не палит ни одна, ни другая команда. Таугрмак, вы смотрите, пока. Ну и Рубен, конечно, портит все, он страниц, вот и 5 секунд осталось у горца. Это Тайдхантер, то есть Тайдхантер вместе с Рубиком, они против Рубика. Тайдхантер вместе с Рубиком. Думом отвечает ПР. Опять-таки, Дум, который очень неплохо себя проявил со сложной, да, у нас в прошлой игре, в матче против Na'Vi, сейчас будет опять, посмотрим, будет ли это оффлайн Дум, хотя есть Бэтрайдер, это не должен быть оффлайн Дум, должен быть Керри Дум. И Пауэрэнджерс тем самым зажимает себя в такие маленькие ранг, потому что Керри Дум это, конечно, герой неплохой, но я бы не сказал, что это лучший вариант. Ну что, Банни Разор в Банни Спектра. Ну и вот так вот будет играть. У них было время сегодня посидеть, посмотреть на матчи Пауэрэнджерс, подумать над тем, что они хотят брать, и вот так вот, вот такое вот решение. Нага Сайрен в исполнении Хеллрайзерс нас ждет. Ммм, хорошо. Нага Сайрен, это интересно. Ну Пауэрэнджерс против Наги пока, если честно, ничего не могут сделать. Абсолютно. И им нужен герой в мид против пака. Нет, это просто антимаг. И это будет соло мид Бэтрайдер. Или это будет соло мид Шачло на Бэтрайдере. Да, похоже на то, что это будет соло мид Бэтрайдер у нас сегодня. Да. Получается соло мид Бэтрайдер. Так, начинается игра. И мы с вами начинаем смотреть этот гранд-финал. Итак, Пауэрэнджерс против Хеллрайзерс. Это прямой эфир. Это официальный русскоязычный стрим турнира Dota 2 Asia Championship. Для вас в студии этот гранд-финал буду комментировать я, Вилат, если вы вдруг не догадались. Будет интересно. Это факт. Будет очень даже интересно. Можете не сомневаться. Итак, Шачло действительно будет в миде стоять на Бэтрайдере. Здесь интересный смоук от Хеллрайзерс. Будет пытаться кого-то найти. И, кстати, могут найти. И, кстати, действительно могут найти, потому что бежит сюда уже Санейка. Итак, Дредд. Ну и вы смотрите, Дредд первый бежит. И Дредд будет пытаться заходить в спину. Дредд уже увидит сейчас дитяра. Дредд увидит также двух саппортов. Дредд забегает, видит Санейка. Дредд поднимает Санейка. Тут же пошел челинг-тач. Очень больно Санейка. Санейка погибает. Это форсблат. И у Курмака еще стопит. Катерс, посмотрите. В самом начале, и, собственно, делают форсблат ребята из команды Хеллрайзерс. 1-0. И тут еще дитяра. Вы смотрите, как получают. У него блин только через 6 секунд. А почему Пак не прыгнул? А почему Пак не прыгнул на Орп? Ой-ой-ой. Если бы прыгнул на Фониджи, он мог бы пытаться даже там убить дитяра. Он действительно мог попытаться его там приговорить. Да, вот такой вот у нас старт. Довольно забавный. Хеллрайзерс. 1-0 ведут в серии. 1-0 ведут в счете. Ну что, Артес, Дредд и Гадем, они тут будут очень серьезно напрягать. Собственно, трипл команда Пауэрэнджерс. И, ну, мне тут интересно даже, как Пэра из этой ситуации будет выходить. Ибо ситуация не из приятнейших. И это факт. Ну, я даже не знаю. Линиями свапаться не вариант. Дитяра не будет получать здесь фарма. Причем, однозначно не будет получать. Ну, а Фониджи пока в миде напрягает шачло. В нем горец в легкой линии не особо печалится. Он получает деньги, получает экспу. Чеширский код. 3-0 тоже имеет в самом начале. Ну, в любом случае, начало уже за Хеллрайзерс. Можно это сразу, наверное, об этом говорить. Ну что, ну, начали. Хорошо. Фоба сделает на топе. Экшн. Дитяра. Серьезно на него напали. Дитяра. Один удар. Есть грейд. 3-2-1 сделает линкаут. Все хорошо. Спасает на этот раз Санейка его. Ну, мы видим максималисты. Хеллрайзерс пытается сразу же нападать, да, на... Субстантимага. И сразу пытаться напрягать именно антимага. Тут, кстати, надо быть поосторожнее, потому что Дредд может и до конца пойти. Дредд и пойдет до конца, кстати, Санейка. Хилл через 4. Там уже отпился немножечко Джеймс. И мы видим счет 100-2-0. Но, опять-таки, антимаг умер у нас от крипов. Поэтому не стоит на это обращать особое внимание. Да, и АМ возвращается на линию. АМ имеет 3-х убитых репопурманс шилд. И второй левел хотя бы есть, да. Это уже хорошо. Тут по-прежнему второго левела, например, нету. Только сейчас он появился. Дредд убежал. Дредд убежал для того, чтобы сделать... Вот, Дредд отдается тоже нейтралам. 620 голды. Он теряет 20 голды. Такое прекрасно понимает Дредд, что на первых левелах ты, когда умираешь, не трал, а ты фактически ничего не теряешь. Можно, грубо говоря, там и не затариваться. Да, не особо-то переживать. На топе. Драка. Гадем погибает. Неплохо. Дитяра дерется с Артесом. Но Артес ничего не может сделать. Пэры, Пэры объясняют. Сразу же, как только нету одного из саппортов, моментальная атака от Power Rangers. И... Чет становится 2-2. Веселуха пошла сразу. Самое серьезное. Горец на нижней линии. 15 на 7. Через год 8-0 выигрывает здесь. Тать, ну, это понятно. Это понятно. Постоянный анчерсмэш висит на чеширском коте. И очень тяжело что-либо делать. То есть, вот за счет того, что у него есть волк, там, хоть как-то у него дэмэдж имеется. Плюс к тому же, есть Деваур, да, с Деваур тоже можно зарабатывать немножечко криповую и так далее. Но вот тяжело. Тяжело. И Горец отсюда выйдет, конечно, очень богатым героем. Афонит же на паке в миде. Так, на топе опять акшн. Дитяра. Не замерз. Джеймс пошел до конца. Гаден по-прежнему живой. Срезали дэмэдж. Джеймс юзает хики. Джеймс погибает. Зачем вернутся Дитяра? Не знаю, зачем вернутся Дитяра. Гадена добили. Дитяра! Да, какой хороший хил здесь от Санейка. Очень хорошо все просчитали. И Дитяра мог до конца бежать. В итоге Артеза, Санейка. Одного удара не хватит. Дред дерется до конца Санейка, как два льва просто стоят здесь друг против друга на линии. И те, ребята, боже, какое же интересное начало, а то у нас на трипле. Но тут прилетает Гаден. Сразу же выхиливает Артеза. И пойдут Пээры дальше драться. Пээры просто пойдут дальше воевать на этой линии. И давать свободу все-таки своему антимагу. Второго по-прежнему ничего нету. Ничего там на подходе даже не намечается. Восемь крипов убитых. Есть одна смерть. И Дитяра. Вот в лесах. Разве что вот так. Разве что вот так. И то не дают Хеврайзерс. Забрал одного Кентавра, сразу же отсюда убегать. Артез видит его тут же, тут же намекает на то, что нет, мы тебе фарма не дадим, братан. И Дитяра вынужден куда-то отбегать подальше. Афонин же на паке 18-4 у него Крепстат. 19 на 6. Точнее в миде против него Шачло 24 на 4. Шачло линию отстоял. Отстоял хорошо. Можно сказать откровенно, что линия здесь не проиграна. Даже выиграна Бетрайдером. Потому что он получит здесь все-таки, я уверен, быстрый даггер. Если бы еще как-то реализовать. Шестой левел был бы вообще очень круто. Но мы видим, не так-то просто делается. Все как бы хотелось. Тайтхантер 30-11 имеет. Ну и Тайтхантер пока топ-1 по Крепстату. Дум отстает буквально на целый порядок. 15-0 у Дума. Ну очень-очень весело. Вот Дитяра. Дитяра на четвертом левеле плюсик качнул. Собственно будет у нас 1-1-1 качаться. Да, и на пятом левеле тоже, наверное, будет вкачан плюсик. Скорее всего. Мидия. Бетрайдер. Проблема у него. Бетрайдер. И очень хорошо. И очень вовремя прилетает сюда. Дредд из бэка. 4-3. Хелрайзерс и их саппорты. Как же мне нравится, как играют саппорты Ашера все-таки. Дум. Нагорца. А что дальше? Есть ТП. Моментальное просто ТП. Здесь топорит. Нет, от Дредда. Опять-таки. Боже, Дредд это просто вездесущ. Дредд действительно вездесущ. Не дает он спокойствия вообще ни на секунду. Ну что же, Афонид же уже на топе. У него нет ультимейта, но видит он дитяра. И он в инвизит. Здесь, как мы видим... Все не просто так. Веселый момент получился. Варвард развивается. Афонид же понимает, что его тут будет видеть. Пробежался. Он там не было вижно. Он сейчас опасно. И уходит в нужный момент. Очень трудный момент. Афонид же проседает на Тидрэп. Так. Афонид же, извините, летит. Минус один. Санейка. Санейка проседает. Санейка. Решит грейб сбить есть чем. Сбить не чем. И поэтому Санейка здесь уйдет. Но в любом случае, дитяра погибает. Вы извините, что я опять-таки путаюсь в том, кто летит. Потому что, ну, вот эти новые анимации не очень сбивают с толку. Она крутая. Внутри игры, когда ты ТПшишься. Она прикольная. Тут реведж. Чеширский код. Отличная игра от Дворца. Немного сбивает с толку, собственно, то, что ты... То, что они ТПшишься. И у некоторых красные вот эти вот анимации, да, с ДТ2 Азиа Чемпионшипа. Они привычны. Немного шачло. Ультимейт. Он не улетит сюда ниоткуда. Шачло застанился. И отличный фраг опять-таки в исполнении Дредда и Афонид же. Как же отыгрывать пока Дредд? 2-1-2 у него. На всей карте Дредд не дает ни секунды покоя своим оппонентам. Ну и Артез. 28 на 9. Антимага 21 на 3. Да, Дитя Рапа немножечко все-таки начинает зарабатывать себе денежки. Немножечко получать какие-то шмотки. Но пока это Тапок и Стик. Больше ничего. Как только Дредд появляется, все просто в рассыпной. Тут никого нету. Гадем, видимо, тыкнул туда Найс Вордекс. Никого не увидел. А Фунин же... А Фунин же уже второй раз сюда потягивает. Точнее, третий, если учитывая ТП на Тавр. Хотя он прибежал, потом убежал. С ТП шла на Тавр, сделал фраг. Опять он на топе. То есть как передвигается. Очень хорошо. Бэтрайдер только сейчас пошел на топ. Но что Бэтрайдер сделает? У него нет блинка. У него нет блинка. У него седьмой левел. Здесь пак на Хосеи будет драка. Если Тайтхантер на топ прилетит. Но Тайтхантер не может прилететь на топ. У него мало того, что нет реведжа. И здесь Артес. Артес может умереть. Артес может быть очень-очень-очень ненужная смерть от Артеса. Там пытается спрятаться. Он отпевает с маны. У него мало. Артес просто будет делать ТП-аут. Сбить ему ничем. И Артес улетает от четверых отсюда. Дредд, Афонинжи и Гадем тоже попрятались. Неплохо. Неплохо действует Артес. Чувствует. Чувствует Анагу. Чувствует героя. Понимает, что имеется все-таки у него 11 армора. И можно мансовать. Можно жить. Понимает, что Антимаг пока его не пробивает особо. Понимает, что Антимага первый монобрейк. Пятый левел. Два плюсы. Демджа не хватает. Ну и вот так вот помансовал. Конечно, он очень-очень прилично. И неплохо. Афонинжи вернулся в мид. Даггер появится. Появится. Через тысячу голды будет у него уже блинг. Здесь, видимо, полторы тысячи не хватает золота Шачло. До появления этого действительно очень важного артефакта. Ну что, Шачло. Шачло. Вот сейчас можно, наверное, откровенно сказать, что несмотря на Крипстат 41-4. Опа, поймали Санейка. А, отличный фраг. И опять Дредд Сбэк. Опять Дредд Сбэк. Есть уже Аркан Тапки. 3-1-2. Как же Дредд Сбэк сейчас заряжает свою команду. Проецирует вот тот самый успешный старт на выступление своего коллектива. И как хорошо начинает Хелл Райзер с этот матч. Но опять-таки это 6-83. Не забываем. Не забываем, что в этой доте все может измениться буквально в мгновение ока. И ты не успеешь даже понять, что произошло, как ты проиграл игру. Дум приобретает тем временем Хэнд оф Мидас. Есть четвертый Деваур. Есть Хэнд оф Мидас. Деньги будут сыпаться довольно быстренько ему в кармашки, скажем так. Мало того, что он так тупо один творца. Да, это Дум, который проиграл в салат линию. Не забываем, да. Потому что, ну, сейчас у него уже более-менее все хорошо. Он по лесам прогулялся, там Мидас наформил. Но в начале-то у него было все очень-очень-очень плохо. Ну и Чеширский кот. Чеширский кот имеет Хэнд оф Мидас. Чеширский кот имеет 41 на 1 Крипстат. Девятый левел. И у Чеширского кота все как-то аж слишком хорошо. Ну, пришел Артес на нижнюю линию. Артес пока мы видим такая нага. То есть мы очень часто наблюдаем наг, которые будут прятаться, которые играют 4 плюс 1, да. То есть команда отрабатывает вместо мейнкерри. В то время нага получает время. В то время нага получает вот этот самый спейс, который создают ей. Так, ультапарата Дредд должен поднимать по тайну. Дредд! У Дредда! Как все хорошо получается! Врывается он, ворует Дредд. К тому же еще и Скорш Терс. Есть сейф. Но Дредду надо просто бежать. Просто бежать за Чеширским котом. Он должен догореть. Дредд до конца бежит. Есть апхил. Дредд не успевает. Не успевает. Потому что там все-таки есть Санэйка, который успевает захилить. Один стик еще было. Ну как же хорошо все делал. Здесь опять-таки Рубик. Немножечко не хватило. С блинка ворвался. Поднял под ультапаратом. Но Санэйка своевременно засейвил тиммейта. Браво! Очень хороший опять-таки был момент. И классно отыгрывает Санэйка. Спасает своего тиммейта. Думал, ну да, когда-то отправится. Надо куда-то пойти зарабатывать денег. Но тут Шачло отлично реализовывает возможность Бэтрайдера. Зарабатывает лишние деньги. Две тысячи колды мы видим, есть у него будет Плинк. Опять-таки, то, о чем мы говорим постоянно. Вот то, о чем мы говорили. Так, Сревич, Дитяра, Сайленс, Дитяра. И успеть. Должен успеть. Да, он успевает, его застанило. И увидит ли его Афониджа, Афониджа. Дитяра спрятался в деревьях, они его не видят. Они не знают, где он, Дитяра, переживает два ультимейта. Не хватило совсем чуть-чуть дэмэджа. Ух! Неплохой Вами. Ну и вот он Шачло. Есть Даггер. Купил. И теперь бежать, братан. Теперь бежать со всех сторон. То, что тебя здесь не отпустят. Просто раз рыб тут произошел. И Дридисбэк, мы видим, включил Рубика. Включил Гарри Поттера. И решил поиграть в квиддич на своей метле. Вот он, Дридисбэк. Пасующий в команде Гриффиндора сегодня. Та-ра-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-рам. Все, хватит, говорит Дрид. Не буду я больше играть в квиддич. Глупая игра, правила не понимаю. 9-3. Артес 1000 голды нафармил. Так вот только я начал говорить про Артеса, что это не та нага, которая фармит. Это та нага, которая участвует в драках. Это та нага, которая реализовывает потенциал своего героя в самом начале. Потому что герой плотный. Герой очень-очень плотный. И это ни в коем случае нельзя забывать. Артес. Будет излип. Успеет. Но уже дум. Тут уже никак. Артес ничего не успеет. И есть четвертый фраг для Power Rangers. Вот. То, что я говорил про Даггер Битрайдера. То, что мы с НСом, в частности, вчера говорили про лотар или шедоу блейд в исполнении, собственно, таких героев, как Сларк, например. Это надо реализовывать. Причем первый же блин должен быть реализован, потому что дальше команда соперника прекрасно понимает, что ей ожидать. И если ты не реализовываешь блин к сходу, дальше начинается проблема. Причем серьезные-серьезные такие проблемы. А Афонин же. 2.03.67 на 9. У него крипстат. Все хорошо. А Афонин же тут далековато. Дред залетел. Что творит вообще этот лев, этот кобра-тигр, этот просто звездный десантник 2023. Вот это жесть. Он просто пролетел мимо всех, тыкнул в арт и улетел. Да, прям Дредд меня аж подтвердило, сами знаете что. А, Париж не приобретает смог, будет атака. Ну что, тавер на топе. Пока тяжеловато его прессовать, потому что имеется фаерфлай, ну а здесь Артес пытается собрать Т1 на нижней линии. Сразу 2ТП. Горец здесь, горец с блинком, горец с реведжем. И Артес просто наглеет. Артес просто заставляет сейчас белорусский коллектив нападать на него и пытаться как-то его убить. Он просто наглый байт, но он очень хорошо выглядит. Очень продуманно выглядит. Как же перемещается Храйзер по карте. И ПР пока тяжело за ними угнаться, но стоит также отметить то, что делает антимейдж. Тот старт, который был у дитяра, обычно заканчивается нервами и просто проваленной быстрой игрой. Но здесь дитяра все-таки находит возможность. Где нафармить, как нафармить и что сделать? Стоит Дум. Сайткантер! Пад ультимей! Один, второй, третий. Просто брависсимо. Просто брависсимо. Нага дала слип. Афоник же, кстати, получает Дум и погибает. Сейчас какой-то отсюда ушел. Бэтрайда. Отличный ответ от Пауэррэнджерс. Артес. Артес пытается убежать. У него нет. Уже слипа поздновато. Рановато, точнее, он его дал. Артес горит до конца. Это минус. Артес ответ во два. Горец очень битый. Прыгает Шачло. И Горец форстафа пытается уехать отсюда. Но Джеймс за ним. Шачло тоже за ними. Горец тоже сейчас отправится в таверну. Это три в два. Пауэрэнджерс отвечает очень серьезно на вот этот очень жесточайший выпад команды Хеллрайзерс. И крутейший размен от белорусского коллектива. Мы видим три с половиной тысячи экспей они зарабатывают. Пятьсот восемьдесят экспей от Хеллрайзерс и две тысячи голды. Ну что? Вот так вот. Пэрэк. Казалось бы, начало игры очень хорошее для Хеллрайзерс. И вот такая вот ошибка по Т2 Тауэр. В принципе, это была не ошибка. Все было продумано очень четко. Никак они не ожидали увидеть там быстро Бэтрайдера. Никак они не ожидали там увидеть еще и Огрмага. Ну и в итоге крутейший. Просто ответы сразу по деньгам мы видим проседает на две тысячи Хеллрайзерс. По ХП проседают даже больше, чем на две. Даже на три, на три с половиной тысячи. Ашеры. Ультапарад. Сайлорс, Джеймс. Не туда ты увернулся, братан. Не туда ты увернулся. Минус Джеймс. Как же быстро они врываются. Как же четко вот они пытаются вот эти комбы свои организовать. Но Пэрэ уже готовы. У Пэрэ вот блин. Про Пэрэ мы всегда говорим. Я всегда говорю, что у Пэрэ им надо вот этот вот выработать алгоритм. И все у них будет круто. Вот сейчас они уже начинают понимать, что им надо делать во время врыва. То есть где им надо быть. С какой стороны подходить. Кто первый, кто второй, кто третий. Кто должен выживать, кто не должен выживать. То есть приблизительно Пауэррэнджерс уже знает, что им делать. Ну и у них есть антимаг. У них есть антимаг, который... Как ни крути, это антимаг. Да, он сейчас идет на шестом месте по Нетворцу. Проигрывает у трех основных героев команды Хилл Райзерс. Но опять-таки не забываем, что у нас есть Дум с Бэтрайдером, который занимает первых два места. Полетел ультаппарат вниз. И тут мне так легко очень с кваката поймать. Артез был уже рядом. Дредд, кстати, должен был уже Синоблинг наворовать. Да, у Дредда есть уже Блинг. Дредд 18 минуты на Рубик. Тевятый левел есть Блинг. Есть Аркан Тапки. У Фонинджи Блинг тоже есть ПТ. Артез 3200. Ну, Горца тоже есть. Блинг есть. У него также Рэвидж. Гадем далеко. Отсюда Гадем играет нас вот такого вот оффлейн далекого-далекого Паришина, который всегда помогает ультимейтами. Ну, эти ультимейты всегда заходят так, как надо. Здесь Фортификейшн. Боятся Хэдрайзер. Спэеры уже выстрелились на защиту. Чеширский Кот. Чеширский Кот так же, как в прошлой игре, становится просто невероятно плотным думом. У него 900 голды до появления Аганима. Уже 900 голды до появления Аганима. Дитяра. Очень больно ему, но он тут уйдет. Конечно, ТП сюда сделали. То есть, вообще, блин, Дредд украл. Сейчас будет Дредд вообще супермобильный. Ой-ой-ой. Чеширский Кот вставился. Чеширский Кот успеет что-то сделать? Нет. Нет-нет. Тут без шансов. Он пытался сделать ТП-аут. К сожалению, не хватило ему этого. Но это мы и видим, что Чеширский Кот заходил. В принципе, неплохо, но вышло не так, как хотелось. Афонин же видит Джеймса. Дает сайленс. Начинает его расстреливать. Тут уже горят. Сгаш. Тут же Дредд из бэк. Поднимает Джеймса. И это минус Огрманг. Ну, это, конечно, мобильная бригада быстрого реагирования. В исполнении Ходрайзов. Это, конечно, что-то с чем-то. Пэрам нужно сейчас подсобраться и начинать отвечать. Потому что на данный момент их игра не выглядит в том стиле, в котором она должна выглядеть. То есть она должна на какой бы. Должна быть... Наш интимаг фармит, а мы там все сделаем. Санейка. Сейчас получит ультимейтам голову. Санейка уже неприятно. Надо бежать отсюда. Ну что, продолжается у нас игра. Артес. Тем временем 4200. Но он одним кликом собирается сразу же притарить себе Радианс. У антимага тем временем мы видим 1000 голды фактически. То есть чуть-чуть не хватает до появления Батлфьюри. Это будет очень позднее Батлфьюри. Ну и здесь Смок. Две пары Аркантапков. Фуллмана у всех. Дредд двумя блинками добирается вперед. Просто впереди бежит. Дредд понимает, что кого он увидит, надо сразу же цеплять. Он сейчас вот понимает, что с лоу граунда его спалят. Его палят. Прыгает Дредд. Никого не видит. Знает, что где-то здесь. Видит Джеймса. Джеймс спрятался. Приморозили. И это минус Джеймс. Джеймса опять поймали и убили в той же точке, где он был в прошлый раз. На топе уже спрятался. Шачло уходит отсюда. Хеллрайзерс не останавливает свое давление. ПРН нужно время. ПРН нужно как-то еще несколько минут, чтобы Чеширский Кот начал уже собирать какую-то шиву. И потом выходить. Куда ты прыгаешь, братан? Чеширский Кот в Горца. Горцу очень больно. Горцу нереально больно. А у Дреда-то только вот сейчас появляется. Мы видим Телекинез. Подымает он. Денай. Горца не получился. Здесь ультимейт от Дитяра. Живый патрич Мухеллайзерс. Дитяра. Дитяра. И ты, вы смотрите. Вы смотрите, как он проседает. Бэтрайдер. Бэтрайдер может дать до конца. Там уже Дум готов. Гадемна. Нужно сжимать. Гадемн. Здесь закрывается сюда подальше. Дитяра погибает. Гадемн. И поймали еще у нас Афониджа. Пауэррэнджерс. Наносит просто шикарный ответный удар. Минус 3 в исполнении Пээр. Но вот в этом всем есть один маленький минус. Это то, что не убили Дреда. А когда ты убиваешь Дреда, это все. Виктори. Вот вам. Видим, сколько денег заработали здесь Пауэррэнджерс. Ну, Хеллрайзер спереди по-прежнему. Пэр сейчас немножечко здесь отыграется. Я бы даже сказал, не немножечко. Но отыграется. А по экспе совсем маленькое преимущество. То есть игра равна. Джеймс. Блин. Джеймс, конечно, чисто на него. Игнайтер, точнее, Дред сейчас преднакрыл. Да, Джеймс горит сам же. И очередной фрагляд Дреддисбек. Это доминейтинг Дреддисбек. И он начинает делать аганим. Вот опять-таки Санейка нам показывал такого же Рубика буквально несколько часов назад. И вот сейчас Дредд пытается повторить то самое достижение. Стать очень опасным Рубиком. Дитяра. 1300. Голды имеет. Ну, а тут уже пошла. Тут уже пошла Нага Гейминг. Тут уже пошли иллюзии. Тут уже все пошло по накатанному. Ну, фуф. Ну что? Артез пока 0-2-3 имеет. Ну, Артез это, понятное дело, основной черяк, скажем так, на заднице у Power Rangers. Который как будет мешать им жить. Но, во-первых, вы же понимаете, что нужно Артезу разогнаться. Его сейчас убьет. Артез успевает. Чешевский код как долго думал. Тиммейты уже рядом. Но их тут только трое. 3-5. 3-4 будет драк. Артез делает ТП-аут. Нет, а зачем-то пошли тогда Hellraiser сюда. Ну, наверное, поняли, что 9 секунд будет лететь, если будет 4 ТП делать. Ай, не было ТП у Горца. Вот теперь ясно. Горец тем временем немножечко решил подфармить аншентов. Неплох. Рефрешер на подходе. 2-100 есть. Но все-таки этот Тайт с легкой линии штука опасная. Согласитесь. Тихо неприятнейший товарищ. И Тавр Миди заденает своим якорем. Был у нас уже сегодня один Тайт. Не такой хороший. Ну, а вот он Гадем. Вы смотрите. Что у нас в этой игре получается? У нас получается, что 2 саппорта команды Hellraiser сберут, черт пойми, откуда деньги. Тут Аганимбис тысячи. У Рубика тоже все просто отлично. Они еще успевают как-то вардить, как-то бегать, как-то убивать и так далее. У Артез. Тривала появились. Афонин же имеет, тем временем, 2-600 после блинка ПТ и Мидаса. То, о чем мы говорим. Кстати, здесь в лесу сейчас он поймает дитяра. Рядом есть несколько людей. Дитяра. Сайленс. Ульт-аппарата. Точно. Дитяра. Гаш. Нет. Он тут не выживет. Он тут не выживет никак, конечно же. Минус дитяра. Ну и можно немножко, наверное, подпушить Хэром. Но тут вот не знает. Ну что же делать-то, а? Что делать, когда нет Диманга? Стоит ли идти в драку, если к тому же с разных сторон там иллюзии Наги, если есть в конце концов Song of Siren. Ну и если врываться-то сейчас, наверное, и не стоит. Ну что же, Гадем на топе. Продолжает фармить себе свой Аганим. Он ультами попадает исправно. Это единственное, что надо. У Горца есть ревейдж. У Горца, кстати, еще одна драка. У него уже будет два ревейджа. Ну вот. С Маной проблем. Ну вот такое. Вот очередной ульт-аппарат. Он, наверное, такой проверочный. Это, наверное, первый ульт-аппарат в этой игре, которым он конкретно не попал кому-то в лицо. Но там он упал. И Аганим должен сейчас купить Гадем. Вот он Аганим. Вот он Аганим. Вот Аганим у Апаришны на топе. Шачло. Дали инфу, что он здесь. Шачло где-то там отблинковывается. И что? Будет его ловить? Ну, дали слип. Нет-нет-нет. Артес не там ловит. Ну, далеко уже Бетрайдер. Вот отсюда. Видим. Во двух экранах. Ну, поискали. Поискали немножко Хеллрайзер. Все сбежали. Молодец. Шачло. Тут атака в смоке. Тут атака в смоке. Как же надо хорошо задумить. Сейчас Тайда. Задумили Тайда. Тайда отбегает. Дредд. Тут же ворует Дум в ответочку. Поджигает чешистого кота. Дредд отспанули. Дредд сейчас потеряет свой доминетик. Дредд теряет свой доминетик. Минус Горец. Минус Дредд. И Дум в БКБ просто разрывает. Здесь ультапарата залетает абсолютно не точно. Нет, потому что Шачло там погибнет. Ошибся я с неточным. Ну, и в итоге вы смотрите. Байбек делает Тайдхантер. И размен получается 0 в 2. Горец, Дредд. Поумирали. И что? Выживает Шачло? Да, выживает. Там ультапарата залетел хорошо, но не хватило там буквально совсем чуть-чуть дамеджа. Вот так вот. Дредд очень четко украл Дум. Но сам Дум был в БКБ. И теряет стрик Дредд из Бэг. ПР очень классно вышли в смоке. Опять-таки Дум на Тайдхантера. Дальше проблема решается довольно быстро. Рошан падает. Но пока медленно он падает. Этот Рошан вот сейчас под медальоном быстрее. На топе. Уже шестую вышку забирает. Хелрайдерс. Артес отправляется у нас вниз. Ну, Артес 0-2-3. Яша есть. Дальше будет выход в манту. Ну и там прочие артефакты для Наги Сирены, да? На 3000 отстает он по медворцу от Дума. От Дума, который с этим БКБ уже становится проблемой. А мы не забываем, что Дум сейчас еще втарится в более полезные вещи. Как-то, например... Рефрешер. Детерат, да ладно! Как же на халяву надал Аэггис. Тут Санейка стоит. Второй раз он его засейвил. Засейвил. И что, толку? Все равно умрет Детерат. А все, можно его не бить. Он-то погибает точно. Знает, где Санейка. По анализу Санейка, Санейка тоже погибает. Ну вот... Что тут сделать? Ну вот как так получается? Вот почему Аэггис настолько на ровном месте отдается? Почему антимага ловят в самом, казалось бы, предсказуемом случае? Они сейчас пойдут Т3 бить. А они сейчас пойдут бить Т3. 19-12. Они по деньгам ведут 2000. Проигрывают 2000 по XP. Но антимага не будет в 45 секунд. И они действительно пойдут бить Т3. Они еще и постараются сейчас... Не знаю. Может быть, кого-то разменять. Кого-то цепануть. Все-таки имеется реведж. Как ни крути. И если Power Rangers пойдут дефить, то будут проблемы. Но боятся Hell Riders. Пока под Firefly не хотят заходить. Быстро крипов поубивали. Ну и вот теперь нужно ждать следующую пачку. Останется 20 секунд до антимага. И уже, наверное, не стоит. Да. Т3 разворачивается и уходит. Пэры все четко делают. Потеряли героев. Но после этого действуют действительно безошибочно. БКБ появляется у нас. Ушачло. Это хорошо. Это даже очень хорошо, я бы сказал. Ну и Артес. 0, 2, 5. Горец очередной фарм находит здесь. Который настаканный. Рефрешер у него сейчас появится. Уже там и с маной, в принципе, проблем не должно быть. И вот то, что он рефрешер должен был купить минут 8 назад. Да, вот о смерти абсолютно непонятный глупый байбек. Оттянули появление двух ревейджов. Ну вот сейчас он его нафармит себе. Ну тогда, конечно, не надо было бы купаться. Так бы было уже давным-давно два ревейджа. И так бы они сюда точно пошли. Потому что с двумя ревейджами вряд ли бы Power Rangers смогли бы отбиться. И так. Горец пошел в атаку. За ним Дридисбеку. Дридисбеку ворованный блинг. И встроен еще блинг имеется. Дридисбеку тысячи до Аганима. Здесь Аганим по-прежнему есть, напомним. Но мы видим Нага пушит линию нижнюю. А тут пытается команда Hell Regis натик. Вот нашли Дума. Поднимает его. Ульта фраз проветает. Дум, БКБ. Есть Грейв. И просто избивать сейчас Дума надо. Чтобы ему тут Грейв не помог. Да, Думу очень-очень больно и неприятно. Здесь Дитяра. Дума здесь, скорее всего, расстреляли. Дум погибает. Дум забрали его. Там, в те времена, минус Санейка. Дитяра. Проблема у Афониджа. Есть хороший слип. Афониджа успеет ли уйти? Афониджи плятся. Уходит. HellRisers выиграют пока Драку 2 в 1. Ну и что дальше? А дальше, а дальше проблемы могут быть серьезные. Здесь у Гадема. Гадем прячется в леса. Есть сетки. Артес ушел. Гадем успевает ТП. Гадем. Ульт аппарата уже не успеет дать свой. И вот тут Дред прибежал. Который Дум, кстати, опять украл. И тут же его отдал. Грубейшая ошибка Дреда. И просто шикарная драка от команды Power Rangers. HellRisers начинают хорошо, а продолжают печально. 2 в 3. Ну, мы видим 800 голды заработали здесь ПР. То есть, ну, так себе. Дума потеряли. Все-таки потеряли Дума, который стоит невероятное количество денег. Джеймс, мы видим, тем временем тоже близок к получению огнем. Дитя, ара, будет ли на Артес нападать? Не знаю, что там нету сна. И это, в принципе, шанс. Нага всех не победит. Ну, вот Нага палит движуху. Ну, хотя вы смотрите. А иллюзии-то Наги уже плотные. Там уже и 2000 голды. Эти иллюзии Наги-то уж серьезно подмешают. Тайд рефрешер. Тайд рефрешер. У Тайда есть оба ульта. Опять-таки, в прошлой драке Тайдхантер получил Дум в лицо и не успел. Собственно, ничего сделать, как и в драке до этого. Поэтому ревейджи мы видим редко в этой игре. Ну, если и видим, то довольно метки. 35 минут игры прошло. 36 фраков сделано, ребята. Согласитесь. Матч действительно стоящий. Гранд финала. Вчера тоже эти команды в финале венеров друг с другом играли. Это было действительно красиво. Это было действительно круто. Ну-э-э-э. Дитя-ра. БКБ очень хочет. Он прекрасно понимает, что с БКБ он в драке сможет внести намного больше пользы. Без БКБ он просто попадает на Сайленс и отправляется в таверну. Ну, или же на ревейдж, или же на 2. Ну, вот опять Дитя-ра. Ульт-аппарата. Дитя-ра надо бежать. Надо бежать блинками, потому что он висит просто целое столетие. Сайленс сейчас будет. Афонин же успеет. Лик, конечно, успевает. Еще и после Монта Стайла. Дитя-ра, Тепаа, Удер, Дизбек. Нечем сбить. Нечем сбить. Они же все потратили. Неплохо. Неплохо, Антимаг. Очень неплохо. Майсейк. Санейка сразу отхиливает, чтобы, не дай бог, сюда не прилетел какой-то ультимейт. А Паришина. Там, тем временем, Дум. И опять в Тайдхантера. И опять минус Тайдхантер. Хотя есть Слип, Тайд. Идет, чтобы его заденали. И его не денаят. Дум зарабатывает очередной фраг на Тайде. А там кто-то еще прожал БКБ. А что тут происходит? Шачлон жил БКБ, чтобы от иллюзию бежать. Это опасно. Нага приобретает Диффуза. М-м-м-м. Окей, Диффуза. Теперь будем еще и... Диффузировать. Маны лишать, скажем так. Да, вообще Диффуза крутая штука. Афонин же поднимает Ветра. Ультопаришина, только не совсем точный. Есть сюда ТП. Дредд поднял у нас Шачло. Так. Дитяра. Дредд из бэк проседает. С двинка спрятался Дредд. Дитяра. Шачло отепляет Ортеза. Дитяра здесь должен, скорее всего, погибать. Дитяра, да, должен погибнуть. На нем же висит. А нет, он БКБ. БКБ. Свините. Конечно же, Джеймс идет до конца. Ультимейт потратили, чтобы засейвить нахуй. В итоге Джеймс раскастовывается. Драка 4-5 заканчивается просто ничем. При том, что Дум на тот фарме Татайда вообще здесь не было. Крутая драка. Да, у антимага БКБ. БКБ, который действительно в этой драке его спасло. Летит сюда ультимейт. И неужели сейчас Джеймса приговорит? Нет, не приговорил. Джеймс просто-напросто в пиксере был от смерти сейчас. В маленьком-маленьком пиксере. Было у него там 650 хп, да? Он придется стоять полчаса. Грейвы там и так далее. То есть, он Джеймс выживает. Но тут полчаса надо тусоваться, конечно же. Париж на пи... О, у него почти 16-й левел. Лол, год дэм, откуда ты берешь эту хпу? Три-четыре-восемь. Пятьдесят девять. Сто восемьдесят пятьдесят девять. Шестьсот двадцать. Четыреста голды разница. По хп, Power Rangers ведут четыре с половиной тысячи. Но опять-таки за счет того, что очень плотный левел у Дума. Как бы, понятное дело, с Медасом, с Деуаром у него все хорошо. И вот они. Два Дума за драку. Тайт со своим рефрешером уже вообще может нервно курить в сторонке. Вообще не ясно, когда он вкастует ультимейт с таким-то раскладом. Ну что, горец. Надо ему как-то и не знаю, со стороны забегать. Не стоять первым. Артес. Артес ультаппарата. Горец. Вот он первый ревэдж. Горец. Будет ли второй? Нет, второго не будет. Потому что не хватает маны. Получает Дум в лицо. Чешистый код. Очень битый. Горца убили. Бэтрайдера убили. Там ультимейт Дитяра залетел. Гадем пытается спрятаться. Погибает у нас также Дум. Дитяра. Дитяра в БКБ дерется до конца. Дитяра пытается убить Гадемна. Дитяра застанется. Застанется Дитяра. Там же гоним. Лол. И Артес. Ультра килл. А Дредд из Бэк. Как же помог. Там мановайдом. Который украл Дредд. И вот такая вот получается драка. Все-таки. Если Тайт входит первым. Неважно. Кастовал он один ревэдж или два. На этот раз он кастовал один. Драка выиграна. Браво. Байбэк Дум. Надо делать байбэк. Также наверное. Ну вот не напрягает. Не напрягает. Кэлрайзерс. А зря. А зря. Если бы еще развели антимага на байбэк. Вот тогда это можно было бы назвать хорошей дракой. Ну а так у них драка получается 5 в 1. И Дум байбэк. Ну да. Все равно плотно. Все равно очень и очень даже плотно получилось. Согласитесь. Уважаемые зрители. И неважно за какую команду вы болеете. Я думаю вы согласны, что этот матч смотрится. Что дальше? Ну а дальше нужно что-то придумывать парням из Беларуси. Потому что они вот за эту драку потеряли 7500 голды и 9000 экспы. За одну драку. Вот он Тайдхантер. Которого кстати реведж опять-таки есть. И в смоке заходит Хелрайзерс. Если Дредд прыгнет, то Дредд прыгнет. Дредд видит Джеймса. Джеймса развалило сразу же. Тайдхантер врывается. Тайдхантер в саней коммунитальный его скрин. А Тайдхантер идет просто подыхать. Он понимает, что неважно. Он уже выкастывался и можно умирать. Ультимейт на себя принимает. Размен 2 в 1. АМ пошел до конца. Убьет еще Гадемна. Нет слип. Гадемна спасает. Здесь примерз Чеширский код. Ну и надо разбудить сразу Сайленс. Дать сейчас на дитяра. Афонин же подходит, чтобы дать Сайленс. Или будет уходить. Афонин же спрятался. А как отсюда сделать блинкаут? А вот так вот. И 2 в 1. И 2 в 1. На этот раз опять драка пульсу. Нет, это не 2 в 1. Это 2 в 2. Афонин же. Поймали, убили. Жесть. Жесть, как она есть. 2 в 2. Ну и вот. Тысяча голды отыграно. Две тысячи экспы отыграно. Никто даже близко не собирается. Здесь сдаваться. 43 минуты игры. От этой серии я ожидаю. Ну. Минимум, скажем так. 3-1 счета. Не знаю. В какую пользу, да? Максимум. Понятное дело, 3-2. Я не верю, что здесь будет 3-0. Я верю, что здесь будет упорная и настоящая борьба. Ну что же. Горец. 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 На топ полетел ультаппарата сюда. На Джеймса. Джеймса. Неплохо так перебила. Но вот нету, нету продолжений. Поэтому мы понимаем, что ультаппаришна, в принципе, эта штука такая. Убегает, убегает отсюда на фулл скорость. И шачло. Афонин же пытался поймать еще здесь Джеймса. Но уже он отсюда ушел. Итак. Хелл райзерс. И вот он, Ортес. Наймало того. Слип надо было дать. Слип надо было дать. Ультаппарата залетает. Так же это Фанейка. И Фанейка просто пробивает здесь. Пришел Чижинский Кот. Капа будет поджигать. БКБ. Долго думает. Он в ульте. Стоит у Горьмак. Уже погиб. Сиджедред запрыгивает сюда. У нас также дитяра. Запрыгивает также жачло. Гадем пытается уйти. Ортес делится с дитяра. Он стоит в башике. Пытается убежать. Ортес. До конца. Вот он рэвидж первый. Горец. Вот он рэвидж второй. Но куда же ты спешишь, братан? Режет он дэмэдж. И проблема огромная у дитяра. Он в сайленсе. Дитяра поймали. И отталкивают его подальше. Дитяра теряет все-таки. Айгиз. Боже, какая драка. Но сейчас будет фуловый у нас антимаг. Так. Чижинский Кот. Рефрешер. БКБ нету. Дитяра подняли. Он замерзнет здесь. Должен замерзнуть ульт-аппарата. Дитяра замерз. И падает Тома Поречина погибает. 87 секунд. Байбэк. Надо делать байбэк. Надо делать байбэк. Делает у него Чижинский Кот. Тоже в таверне. Санейко его живой прыгает. Ортес до конца. Санейко здесь. Афонин же. Санейко погибает. Дитяра за Ортесом. Ортес есть башек. Нужен еще один как минимум башек. Афонин же пытается спрятаться. Ух ты ж, какая драка у нас пошла. Ух ты ж, какая драка у нас прошла. Санейко погибает. Ну что, здесь уже нага такая, что практически не разбить. Надежда, наверное, сейчас на Дума. Надежда, конечно же, на Дума. Надежда на то, что успеет все выкастывать Чижинский Кот. И по-правильному. Там украл Дредд. Опять Блинк. Ну что, на топе. Надо заходить. Итак, Т-3 там. Проседает. Пэры. Мультаппарата. По Дитяра не попадает. Вот сдалека, сдалека. Просто иллюзия. Мечтает Чижинский Кот. И одного Дредда только поджег. Но курит же рядом. Вот он пошел слип. Вот он пошел слип. И Дредд отбегает. Лотару Тайда. Вот это жесть. Что Дредд догорит или нет? Неужели Дредд выживет еще здесь? Нет, Дредд не должен выживать. Дредд не должен выживать. Но Дитяра. БКБ. Дитяра. Бежать. Дитяра. И на живой сбрасывает себя. Монтой тут Шачло. Застанется Шачло. Погибает. Горец. За Чижинским Котом. Рефреш. Сейчас будет еще один Дум. И Горец прячется. И Горец прячется. И не видно, куда Дум кастовать-то. Афониджа сейчас будет, скорее всего, Дум. Да. К сожалению. К сожалению. Не смогли. Ультра килл от Ортеса очередной. К сожалению. Нага все-таки слишком сильный герой. Тем более на 50-й минуте. Тем более под Ультома Паришина. Есть Байбэ Кутума. Они будут сейчас стараться драться. Чижинский Кот без рефреша. Без ультимейта. К сожалению, сделать ничего не может. И через Хек. Чижинский Кот, если погибнет сейчас, то, скорее всего, это будет 2-0. Есть Байбэк также от Угурмага. И отгоняет. Отгоняет отсюда все-таки Хеллрайзер сам Белорусы. Дитяра. Гадем. Башек. Слип. Гадем. ТП-аут отсюда. Дитяра. Ну вот. Ну не хватает ему, конечно же, сейчас... Абисалом. Абисалом. Ну даже с Абисалом. Уже, наверное, все-таки... Уже все-таки, наверное, не хватает. Будет сейчас дэмэджа. Как бы нужен еще Манки Кинг Бар. Где взять Манки Кинг Бар, я не совсем понимаю. Дрэд. А украл Блингер. Как-то я без блинка-то. И с этими блинками сейчас будет перемещаться намного-намного веселее. Ну и что? Дрэд. Видит дитяра. Ой, да ладно! Да ладно! Ну... Это все. Вот теперь это точно ГГ. Дитяра подставляется. Дрэд из бэк. Выскакивает из лесу, как чертик с табакерки. Дрэд из бэк уже здесь. Уже догоняет Шачло. Шачло вынужден бежать подальше отсюда. Там тем временем Дум запрыгнул в спину. Поджигает Афонин же. Дум получает сетку. У него нет рефреша. У него нет еще одного ультимейта. Но здесь есть реведж. И его заезжают в случае на то. Чеширский кот пытается уехать. Санэйка получает гаш. Санэйка пытается спастись, но не получается. Гуд гейм. Уэлд плейд. 2-0. Брависсим Хеллрайзерс. И огромный респект команде Power Rangers за эту игру. Потому что эта игра действительно достойна финала. Молодцы. Молодцы. Действительно Ашеры показали отличную игру. Ашеру. Б dumplings정бинее. Б uh- Рлыб.